Я хочу коснуться здесь одной темы, которая, ну, скажем так, даже люди, которые много времени, на счет того, не всегда эти вещи знают. Мне важно их объяснить, потому что они являются основой, очень важной для нашего служения. И без них мы, ну, скажем так, можем какие-то большие зависти просто никогда не исполнить. И я хочу объяснить сегодня две большие основы, которые мне даже объяснят. Можно говорить, что антигноз и церковь, она есть основы любви к Всевышнему и боязни небес, как сказано. Еще нужно коснуться несколько аспектов боязни Всевышнего. Есть также несколько аспектов, что такое вообще в любом Всевышнем. Что такое вообще? О чем мы говорим? И по большому счету я хочу объяснить одну идею, которую многие не знают. Есть такие слова, что человек, который вообще еще не удостоился боязни, если на Всевышний, у него вообще нечего делать и нечего рассказать вообще, как начинается его любви к Всевышнему вообще. И это вещь, когда я привык к слышу всех разных людей, в Истонии и все прочее, но это всегда проблема. В общем, проблема. У нас есть запчаста, где мы даже дневно. И они в том, что человек, в том, что он, в том, что Он, в том, что он, в том, который мы, в том, что мы живем, в том, что мы живем, в том, что возбудите, где мы живем. А если умеется знать, что такое, то как бы говорим одно, а думаем в другое. Но я сегодня хочу эти вещи постараться, хотим как-то объяснить, что как-то найти наше место в мире Творца. Давайте начнем сказать вещи, которые более приняты, более известны. Есть места, где слово «ир-а», «богобоязненность», «трепет», «трепет». Эти слова сочетаются с именем четырехбуквенным «ират гава яброгу», «ират шем юткой вавки». Есть места, где напоминаются эти сочетания слова «ират элоким». Как сказано в Торе, когда, например, спросил, почему он сказал, что твоя сестра и твоя жена, «ират элоким». Он сказал, что не надо элоким побоком озере. Мне тогда на месте боязнь несу элоким. В Аргунья два рождения. Он любит меня за моей жены. И еще звезды. В Торе сказал он, что ему сказали, что «ират элоким», что звезды, «гира» и «ират элоким». Казалось бы, слово «играть Роким» очень понятно, а «играть Хавайи» нам не понятно. Почему? Мы все мученики Раши. Суды были такие страшные, что если бы был только суд, то мир бы вообще не развалился немедленно. Это раньше бы начали Хавайи. Далее, если мы гадим в Тор, прошло титро. Нам слышали 10 заповедей. Сказали там «Видебера Роким» и «Энни Роким» и «Ладаян». Нам слышали, как судья. Слово «играть Роким» это вообще-то говоря, оно очень понятное. Почему? Ну, скажем так, судью не любят, а боятся. Боятся. Суда боятся. Суда боятся, судью боятся, наказание боятся. Все это в рамках, все это действительно пояснило наше место. Но когда мы говорим слова «Ират», «Ират» о чем, слово вы считаете буквы, «Ютка» и «Вавка», то эта вещь не такая понятная с первого взгляда. Наоборот, говорит раньше, что такое имя Государственного Всевышнего, «Бадр Хамим» – источник милосердия, источник прощения и так далее. Когда мы произносим в молитвах тринадцать «Милосердия», начинаем их «Ашем, Ашем», «Авая», «Авая», «Авая» – начало обращения Всевышнего против «Милосердия». Тут слово «Ират», «Авая» как-то нам немножко требует объяснения, скажем так, требует объяснения. И тут есть несколько уровней поэтира. Я начну с вещей, которые, так сказать, приняты и широко известны. Есть понятие «Ират-Оныш» – боязнь наказания. Есть боязнь, называется «Ират-Ромемут». Перевести слов «боязнь возвышенности Творца» – это как-то трудно произнести даже. Переводим слов «Ират», как слов «трепет», скажем так, более точно. Трепет. Что еще «трепет»? Хочу просто объяснить. Ну, немножко объяснить, так сказать, на нашем, более низком уровне, что может быть, например, на нашем уровне. Есть «Асахет Эрумин» – такой пример. Речь евреи, которые, к сожалению, грешники влашаются. Но, если он видит раввина общины, то прям как-то целого-то не нарушат. Даже если не мысль, что он окажется. Как-то, ну, у него есть какой-то тормоз при виде возвышенного человека, который видит себя более достойным. То есть, есть такая ситуация, человечечка, просто ощущение, когда он находится, есть его, он боится сделать что-то перед полицейским. Полицейский – это его, перед руками и так далее. А есть не полицейский, чем достойный, уважаемый, который просто на него смотрит неуважительно. Это причина, что велся более достойным. Вот это, это, то есть, это тот пример, через который можем понять, что такое Иратра Мамуд. Иратра Мамуд. Буквально трепет перед возвышенным цветом. То есть, эта вещь гораздо более высокая, более глубокая. Человек, который действительно живет так, как живут великие праведники. Потому что церковь начинается Шурхан Рух, слова Рамбо в начале. То, что Рамбо привел от имени Рамбо, Мореда Рухи. Слова из Истылим, Шевития, Шевития, Натин Томит. Польша Всевышний был, как будто передо мной, ощущал перед собой большое правило служения Союза. Вот так и так же. Правило служения великих праведников. Так как человек, который живет перед взглядом высокого царя, и не только живет, когда царь его не видит. Это по-разному. Это по-разному. О чем здесь говорится? Там тоже говорится, Шевитий, Всевышний, Гаваня, не говорится в этом. Вы еще не боитесь страха. О том, что перед вечером дворца ведут себя достойно. Ну все достойно. Помню. И об этих двух... Тут есть, знаете, я сказал, одно очень кардинальное, можно сказать, разделение двух видов богобязностей, о которых принято говорить вообще о всех книгах. Это прязнь страха. Страх перед наказанием. И трепет перед возвышенными дворцами. Ненавается Иратором. Есть тут... Есть тут уровни. Уровни у каждого из них. Оттенки. Это все рассказать. Как-то переходит одно к другому. То есть есть у Робель Йойна в одном месте. Он приводит такие слова. У Робель Йойна на народ. Он говорит, что надо бояться творчества, как Всевышний может наказать. Нет, может, наказания. А боишься того, кто в всех руках наказать. Это очень тонкое замечание, потому что язвитская большая книга. У него из великих мудрецов сфатов Абина Аризара. Это Рашид Хохма. Два больших тома. Выдержав книги Зоа с объяснениями, добавлениями и так далее. Это Рашид Хохма. Это слово Рашид Хохма и Рад Ашем. И там он задал очень интересный вопрос, который нам как-то... Когда человек боится наказания, он боится не Всевышнего, боится палки в руках. Он сказал, что это правильная боязнь. Палка в руках – это дурные силы. Палка Всевышнего. Они исполняют наказание. Не боишься этой палки, не боишься Всевышнего. Так вот этот вопрос. Поэтому, когда человек не просто боится палки. С собакой, он ставит палку. Известно. Берут собаку палкой, он ставит палку. Надо не быть такой собакой. Надо знать, где палка, где расскать. Эту палку направляют. Берут собаку. Поэтому, когда говорит Абрина Иоина, что надо бояться не наказания, а того, кто может наказаться. Это переход на некоторую более высокую степень. И тут есть следующее. В старых поколениях принято говорить, что вообще боязнь наказания, она как-то… Это не достойный человек, который скажет, где-то так доволен. Он достойный простонародья, людей неграмотных. Ну, люди, которые не учатся. Человек, который уровнем выше, ему подобает боязнь, трепет перед разрушением за Творцом. Ну, так сказать, Бали и Муса последнего поколения. Увидели, что, на самом деле, всем нам надо начать боязнь наказания, а потом расти дальше. В большом счёту, конечно, очень важно нам впитать в себе элементарное знание, что Всевышний нас видит, и за каждое отступление от Сего слов мы будем наказаны, если не справимся, не сделаем по полноценному чему. И Андрея Ведонская – два примера. Один из поколений, 200 лет тому назад, как-то есть такая лоха, все знают эту лоху, что нельзя переносить мукца. Есть ещё одна лоха, что если касаешься мукцы, а мукца никак не движется – это не запрет. Если мукцы коснутся, но они могут двигаться, это тоже нельзя делать. Коснутся мукцы, допустим, у Стендера был мукцей, а прикоснулся, но они движутся – нет такого запрета. это сказали, что как-то Вильянский Гаван коснулся мукцы. Он потерял сознание. Представляете себе? Павел Барк. Коснулся мукцы. Он коснулся мукцы. Он коснулся мукцы. Но даже более того, что «Навадийский ученик» – это «Навадийский ученик» – это «Навадийский хасистский хребер», кто это был, сейчас его один из «Навадийский хребер» – это значит, странную фразу. Я хочу, чтобы сегодня здесь, как известно, в местечках Украины, Белоруссии и Польши, был большой страх пил волками. Волк мог загрызть скот, и человека, и так далее. Сказалось, что мы хасиды боялись Всевышнего не меньше, чем бояться волка. Такое недостойное сравнение. Но есть такое понятие, что он боится наказания. Боится наказание. Понимаете, что его поймают? Я говорю, что его поймают. Ну, допустим, при Сталине, не только при Сталине, позже тоже еще. Помните, времена, если бы было сказать лишнее слово. Лишнее слово было сказать. Нам бы немножко бояться сказать лишнее слово сегодня. Я говорю, что не грустные слова рассказать, а слова, которые нельзя говорить. Лишнее слово сказать. Потому что каждое слово записывается. И иногда это чертно нас все занесло. Есть ситуация, когда, по большому счету, мы часто настолько материальны, настолько, так сказать, далеки от возвышенности Творца. Шестово возвышенности Творца у нас просто не работают и не действуют. Мы ищем высоко, далеко. Чувствую себя в нашей, так сказать, доме, не совсем перед Всевышним. И нам бы хорошо немножко приобрести страх перед наказанием. Признание, что есть Всевышний, есть Судья. Даже каждые наши, так сказать, поступки, они будут судимы и они, в лучшем случае, вознаграждаемы. А в худшем, что в другом. Это то, что нас, вот, научили во Лей-Мусан, что необходимо иметь начало всего. Это боятся наказания. Боятся наказания. И это не так просто, просто обрести. И, в частности, я вам скажу вещи, которые сейчас так как-то не очень принято говорить, может быть, надо говорить их тоже. Как пишут, так сказать, Хабицхай, что основа воспитания детей, чтобы человек знал, что есть ГНО, если огонь, который сжигает, если он нарушается город, то есть ГНД, если есть вознаграждение. Сейчас касаюсь еще вознаграждения тоже. Мы тоже особо этим. Есть более высокий уровень. Боятся. Это не без наказания. Боятся всевышнего, которые можно наказать. Есть еще понятие. Ирад Шабай называется Ирад Ашим Ашер Аль Пнейхэм. У каждого боязни, все высшие, которые на твоих лицах. Что это означает? Поставай в сторону. Раньше говорят, это буша, стыд. Стыд. И по большому счету, понимаете, понятие стыд, это для нас некоторое начало. И может как-то коснуться, приблизиться к понятию Ирад Аль Муд. Человек, который испытывает стыд, его назвать плохо. Но стыдно. Это начало какое-то минимальное, так сказать, прикосновение по Ирад Аль Муд. И я помню это, если я попробую им правильнее, я помню это написано в Магбиме в каком-то месте, что начало, так сказать, Ирад Аль Муд это астетиций предотвратце. Это было стыдно. Я еще и с ним можно немножко объяснить более подробно. Это вещь очень важная. Мы же здесь вспоминали слова книги Шаре, Вода. Основой вступления человека в служение Творцу знать свои достоинства и достоинства своих предков. Даже геры, празелиты, всех душ своих, они относятся к Абрамовину, это не то, что говорят Абрамовину. Есть достоинство нас самих, оно немаленькое достоинство, между прочим. Это достоинство наших источников, наших отцов. В чем рассказать это? Почему человек входит в служение Творцу? Потому что человек, который защищает себя царским сыном, он не будет играться в мусорке. Он не будет играться в мусорке. А человек чувствует себя... Он вырос уже в клеву, это его естественное место. Там он и будет. Поэтому нам надо знать, что мы все, нам дана божественная душа очень высокая, и она Бат-Мелых, как точка ЦР. Если мы все это понимаем, то мы не будем делать вещи, которые недостойны Бат-Мелых. Если мы не понимаем, то у нас нет преград. Это называется по-русски все человеческое, то есть скотское. Нам не чуждо. Когда синоним чья говорит скотское, то говорят, что человеческое нам не чуждо. Человек понимает, что на самом деле, он, видно, у душа это Бат-Мелых. 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 Он ведет себя... Он понимает, что человеческое это возвышенное, а не скотское. Конечно, безусловно, есть много граней, много, так сказать, уровней. Много уровней. То есть, эфицизм, когда человек начинает постигать возвышенность Творца, то уровень его боевого требования при Творцове словно растет. Наша проблема, что мы не понимаем, не знаем, не чувствуем. И требуется работа. Но какие-то уровни нам тоже доступны. Здесь уровень переход от боязни наказания к боязни того, кто может наказать. Или просто стыд за наше недостойное поведение. Стыд! Стыд! Это нам дано ступит. Хотя, надо работать на большее. Человек не должен отчаиваться. Даже думать, что человек должен достичь уровня, достойного его, как того, кому дана Божественная душа. Это касается уровня богобоязненности. Теперь по этому можем понять, почему в то или иное сочетание Ират Ашем, Ират Гавайя, Ират боязнь, четверг буквы на имени. Это, вроде бы, милосердие, это не наказание. Тут именно имеется в виду, что уровень трепета перед Всевышним, который не связан с наказанием. Не связан с наказанием. Это, ну, самая низкая ступень, это стыд перед Ворцом. Когда человек не знает, что находится перед, взаимнаблюдает и видит каждый поступок Творец всех миров, Величайший Царь. Ему стыдно делать, если не так полагается. Это не вопрос наказания. Это Ират Гавайи. Теперь давайте вернемся. Хочу объяснить вам сейчас вторую, скажем, вторую медали. Эта мечта говорит о двух. Ахват Ашем и Ират Ашем. Начается Ахват Ашем, потом Ират Ашем. Я сейчас объяснил немножко там основы, чтобы то, что такое Ират Ашем, вернуться к слову Ахват Ашем. И об этом говорится морал. Есть вещь, которую люди не знают, что есть понятие Ахват Ашем, некоторый, так сказать, уровень, начинающий, начальный. Но он доступен каждому из нас. И доступен каждому еврею, который состоится в борьбе своему или Ират Ашем в 12-13 лет. То есть так же, как есть понятие Ират Ашем, боязнь и заказание. Есть понятие другое. Любовь к добру, которую нам дает Всевышний. Он говорит, вам добру. Мы добру любим. Мы добру любим. Это как-то проблема. Любовь к добру слову по себе. Оно не связано с Всевышним. Любовь к любви к любви к Всевышнему. Но всегда начинает просто думать, постигать, анализировать, понимать, что Всевышний источник всего нашего любви. Это причина благодарности, причина любви. То есть, начало ступени приблизиться к прошлому, это приблизить себя к любви к Всевышнему, понимая то, что нам делается, делалось, делается ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Самое большое добро, которое нам дана жизнь. Самое важное – то, что мы есть. И быть благодарным Всевышним за его добро. И любить источник добра. Давайте просто посмотрим. Нам надо научиться любить Всевышнего так, как дети. С рождения учатся любить свою маму. Откуда ребенок любит свою маму? Почему любит свою маму? Она его кормит, она его гладит, она ему заботится. Ему рабо – это естественная любовь к маме. Любовь часто очень эгоистичная. И просто другой. Есть любовь к маме. Это самое естественное, что это ребенка. Если ребенка два нету, то ребенок ущербный. Если мама мне дает добро так, что ребенок и любил – это ущербный. То же самое – любовь к отцу. На чем устроиться? На воспитании? Нет. Если человек думает, что вообще людей любить не надо, надо их воспитывать, то не будет ни любви, ни воспитания. Почему? Потому что та естественная любовь к Всевышнему дал в душах родителей, в душах родителей. Она является именно тем самым, так сказать, тем контактом, той связкой. Это, короче, слово нашим, какой-то сценор буквально. Ну, я так говорю, переселено на русский. То, что связывает родителей детей через этот контакт любви, детей можно воспитывать. Можно воспитывать. Дети воспринимают вещи от того, кого не любят. То же самое, даже если они эти нервные дети, то есть вот эти приемные. Он научится их любить, вот такая семья, что без этого он ничего не сможет сделать. Надо нам учиться любить своих учеников. Если мы их не будем любить, так толку этого нашего слова не будет. Человек не воспринимает ничего от того, о ком он думает, что его не любит. Я имею богатый опыт воспитать детей. Если ребенок думает, что папа и мама его не любят, то его воспитание грошится. Они от него ничего не воспринимают. А чем это воспитание? Потому что ребенок знает, что родители хотят ему добра. Именно поэтому они говорят ему делать так и делать иначе. Если видят, так сказать, у родителей и у челях своих нечто, что сердится, оказывает, добро не несет. Так возникает сразу ситуация, что он же меня ненавидит. Он же не хочет ни добра. Так что можете воспринять? Надо терпеть, пока нет другого выхода. А потом, чем дальше, тем лучше. Надо любить детей. Это основа всего. Надо любить детей. Надо любить учеников. Менуешься обратно к нашей теле. Есть любовь ребенка к маме, она его кормит. Есть любовь ребенка к отцу. Ребенок папа его любит. Он уже от этого добра. Нам надо научиться видеть добро, которое нам дает Всевышний. Давал и дает, и дает постоянно. Если есть Хватлова вот. Одна глава называется Шарпхина. Вторая глава Хватлова вот. Она из по-русски. Первая переведена, наверное, русская глава. Научиться понимать то благо, которое нам дает Всевышний. Быть благодарным. Этого ценить. Это основа любви к Всевышнему. В чем же проблема? В чем проблема вообще детей? А если не умеют ценить то, что дают родители. Это так естественно, так просто. Ну, то, что называется, мне это полагается. Нам надо, понимаете, есть вещь еще более естественная, более еще простая. Это то добро, которое нам дало Всевышний. Наша жизнь. Воздух, вода, еда. Все, что у нас есть. Вечно естественное и привычное, что мы не ощущаем его необходимость за это благодарить. Неправильно. Ну, можно сказать так. Иногда человек учится какие-то вещи ценить, скажем так, опытом спортивным. когда вдруг отказывают какие-то органы. То есть временно. Ой, сейчас извините, какое было благо, что он нормально работал. И по большому счету нам надо научиться, надо взять нашу голову в руки через уважение, научиться понимать те блага, которые надо Всевышним, и сам побудить в себя эту самую элементарную любовь к Всевышнему, параллельную боязнь наказания, любовь за то, что нам дает так много добра. Много добра. Вот. Это, понимаете, вот это, 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 это начальная ступень любви к Всевышнему, это доступно каждому любому. Тем, давайте поймем, что это самый увы только на счет. Есть увы более высокие. О нем трудно говорить, он меньше понимает, но постараемся с таким, немножко этот гайцентом тоже. Скажем так, ну, давайте будем просто этим племяном, а потом будем дальше. Есть такой процесс, когда мы не занимаемся уже демоном, кушаем, кушаем. Это, может быть, съеда, как живота, проблем нет, а живота тоже кушаем. Но в Божьем это видеть весь гораздо более возмышленный, что такое джун, когда мы кушаем, мы же получаем жизнь на силу от Творца. Мы же получаем жизнь на Творца. Поэтому в наши бесплатные дня из Биркот Амазон, в сторону молитвы, из Биркот Найвенен, есть всевозможные намерения, как говорится в книгах, что на медведу, когда ты кушаешь, почему? Потому что мы с чем-то хотим получать еду. Это влияние Всевышнего. Не магну небесную, и не света всевозможная, а кусок хлеба. Но кусок хлеба в этом заложена жизнь от Творца. То есть если человек видит еду, он сейчас получает жизнь от Творца, то эта еда меняет, так сказать, форму. Это не кусок хлеба, который, так сказать, жуют. Сейчас получает жизнь от Творца. Но при всем при этом есть проблема. Проблема такая, что эта форма, которую получаем от хлеба, она все-таки поступает через, так сказать, ну, через очень низменные каналы, скажем так. Низменные каналы. Есть более высокие уровни, когда получаем жизненные силы Творца. Есть Тор, он называется Торадхайм, Тора Жизнь. То есть по лучшему счету в многих местах Тор называется жизнь. Она сама жизнь. То есть когда человек, который по-настоящему учится, для него, та Тора, которую он впитывает в себя, это сама жизнь. Это не что-то, кроме жизни, это сама жизнь. То есть это называется эсхайм, древо жизни. То есть есть много мест в Торе называется жизнь. Бахар-табахар. Много-много мест, которые касаются Торадхайм, он достоинствует понимать и чувствовать тот свет, который в Торе. И вот Тора – это истинная жизнь. Поэтому известно очень Аллаха, что когда, дай Бог, кто-то убил, мудрец Тору, глава Ишивы, и ученик, ученик, который учил Тору, не дай Бог, убил кого-то непреднамеренно, отправляет его Ир Миклад в город, так сказать, убежище. То есть не отправляет его чечелей, его учеников. Почему? Чем не поверились? Тора бы считает, нам надо дать эту непреднамерную убийцу возможность жить. Те, кто достоился быть боле-хохма, буквально достоились быть причастными к мудрости Тора, без Тора – это не жизнь, это смерть. Это причина, почему отправляют учитель этого самого вот негодного ученика, которого он непреднамерно убил. Потому что Ир Миклад надо дать ему жизнь, а без Тора – это не жизнь. Дальше. Когда мы говорим, то есть через Тор, у нас есть способ, возможность приобщиться к любви к Творцу на более высоком уровне, чем просто через любовь к вознаграждению, к добру. Почему? Потому что когда мы ощущаем этот сам Свет Тора, мы хотим прилепиться, приобщиться и соединиться к тому источнику этого Света. Понимаете, когда мы кушаем рыбу, вкусную, мы не хотим стать частью этой рыбы. Мы берем рыбу и приближаемся к саму себе. Мы не приближаемся к рыбе. Чем приближаемся к рыбе, означает, что еда его опускается. Я не поднимаю. В этом, так сказать, есть проблемы, всяких материальных, так сказать, удовольствий. Когда человек к ним приближается, он опускается. Это его отдаляет, а тут уже. Когда мы говорим, когда человек удоставил Свет Тора, и он через Свет Тора хочет приблизиться и единиться с источником этого Света. Тут можно уже говорить, оболиваться к уровню Агаваташи. В любом счету, есть определение по морали, что такое вообще любовь, что такое понятие Агава. Есть много уровней Агава. То есть ордестор Тео Мальяву, так сказать, разделял два вида любви. Где любовь к рыбе, так хочешь съесть. Ну, то есть, те рыбы тебя не заботят. Хочешь съесть. Есть вопрос, когда человек хочет любить другого, чтобы было хорошо ему, а добро. Это ордестор нашей правильной душой. Есть все-таки нечто, так сказать, общее между любовь к рыбе, и любовь, так сказать, в другом виде. В чем, так сказать, обществ? Потому что это, в нескольком понятии, это слово «морали». Что такое Агава? Чукан ле нега, буквально страсть приблизиться к тому, что любишь. Пусть это будет то, что хочешь использовать для себя, это хочешь дать другому. То есть это все, это есть нечто общее. Это близость с кем-то, с чем-то. Поэтому, как известно, Агава, это гематри эхад и единение, эйдин. Проверьте это. Проверьте это. Поэтому пишет, приводит Мишна Бруро на самом начале первой главы, что как человек застаивает любви к Творцу, в частности, он, через постижение Тора, возникает желание приблизиться к Творцу. Он постигает свет в Торе. Как вы думаете, что Бруро, там Бруро Маха, объясняет эти вещи, приводится к этому. Давайте, теперь, если немножко поставим место. Здесь у нас два уровня любви к Всевышнему. Один – благодарность, любовь к тому, который дает вкусный хлеб и так далее. В этом есть любовь к ребенку, который кушает маму. Есть. Это низкий уровень. Надо просто не забывать. Важный уровень. Мы думаем это, помним об этом. Мы вспомним западь историю. В Ахавтар Ашеба Лакеха. Я говорю, не будьте помнить и знать. Зависть может никогда не исполнится. Это очень важно. И что Бруро говорит, что нам надо помнить, каждый раз, когда мы говорим в Кринь-Шума, кавтар Ашебу Лакеха, в Ахав, в Ахав, в Ахав, в Ахав, он помнит. Я не знаю. Я не знаю. Есть уровень более высокий. Когда человек хочет действительно быть близок к тому, что он будет. В общем, приблизиться к Творцу. Есть еще один, можно сказать, еще более высокий. Он хочет сделать добро того, кого он любит. Из любви к другому хочет сделать добро. Казалось бы. Казалось бы. Нам делать добро Всевышнему. Мы вообще привыкли получать добро Всевышнего. Но есть такое понятие, которое называется «нахатруах». Мы все русское не знаем. То есть, есть такое понятие, что когда мы хотим, мы хотим сказать так, чтобы замысел Творца в этом мире исполнился. Например, Раши, Городецкий, что такое «нахатруах». То есть, как бы, Всевышний удовлетворен тем, что его замысел исполняется. Это вольный пересказ, даже не перевод. Вот тут мы касаемся тут трех уровней. Трех категорий понятия Ахавата Шема. Первая – это через Ахават Схан. Мы любим добро, который нам дается. Надо перевести от любви к тому, что нам дается, от любви к источнику этого добра. Есть стремление быть близок к этому источнику. В частности, мы можем этого достоинство через глубокое постижение того, есть еще один аспект, который, действительно, желать добра любому. в отношениях между людьми, как в семье, так и вообще между друзьями, как проверяется любовь для человека друг к другу? Вопрос – ты для него объект использования? Тебя используют или хотят тебе добра? Сейчас современная культура основана, как тебя использовать. То есть, когда банк рукует рекламу, мы думаем о тебе, что это означает, мы думаем, как тебя использовать. через всевозможные приманки, которые, так сказать, как будто вы это думаете. Ну, знаете, вся система психологии, рекламы, торговли, в основном, как тебя съесть. Ты – ты самая рыба, которую хотят съесть. Ну, это, это, получается, всевозможные лживые оболочки, в общем, текста добра и все прочее. Ну, все знают, что все это. Но по-настоящему истинные отношения между людьми, истинные отношения в семье, истинные отношения между родителями и детьми, они основаны на истинной любви в той форме, когда человек уже по другому году. То есть, понимаете, когда человек же отводится к своей жене, как некогда объект, как его получить свое собственное удовольствие, то это, это, на этом семья разрушается. Нет семьи. Ну, это понятно, значит, немножко это понимает. Если дети будут видеть в родителях, то, что они хотят их использовать, их взрывки на цели, значит, ничего нет. Поэтому, что насчет, понимаете, если мы говорим, что нам надо, мы хотим научиться любить творца, то есть, сделать так, чтобы Всевышний был от нас, нах, от руах, удовлетворение того, что мы делали. Вот где это вы хотели? Надо научиться любить людей. Человек, который не умеет любить людей, умеет только кушать. У него нет вообще, так сказать, органов в голове, в сердце, как любить Всевышнего. Человек умеет любить людей. У него есть такое место, так сказать, в сердце, любить другого. У него, может, такая вещь, он поднять, что и Всевышний может так относиться. То есть, у него, в частности, это не только основа, как их использовать. Между прочим, на этом основании помещено место второе. То есть, Галерина Биакима, глава автора Ража Камохана, и мы ближе к особо себя, большой правил автора. Большой правил автора. Это большой правил автора. И мы кончим сегодня.